Выбрать машину трудно. То подходит машина, не подходит цена. То подходит цена, не подходит машина. И когда нашел идеальную машину с идеальной ценой, счет идет на секунды. Оформить инькофф автокредит и на новую, и на машину с пробегом. Друзья, всем привет и сразу к делу. Абсолютно на любом канале на YouTube, миллион подписчиков, 5, 10, 20, 100, всегда есть один ролик, который набирает самое большое количество просмотров. И мой канал не исключение. Вот, посмотрите. Июнь 2021 года мы снимали сюжет с очень харизматичным человеком Дмитрием, который, имея Audi A6, новенькую продает и покупает себе хавал. И делает на него полноценный отзыв, обзор. Этот ролик набрал более 2 миллионов 600 тысяч просмотров. Периодически я получаю вопрос, как там Дмитрий, как там его автомобиль. Конечно же, вы могли уже догадаться, что за моей спиной стоит как раз тот самый хавальчик. И прямо сейчас будет магия монтажа, и мы пообщаемся с Дмитрием, как у него дела. Дмитрий, здравствуйте, здравствуйте. Друзья, Дмитрий. И начнем мы с конца. Когда выходит ролик, начинают появляться различные комментарии. Негативные, позитивные. На сегодняшний день я зашел, все, что популярно вылетает, это в принципе все позитивно. Понравилась ваша харизма, ваша речь, подача материала. Люди отмечают, что Дмитрий, как глоток свежего воздуха, как глоток чистой воды, дал развернутую информацию с плюсами и минусами. Обзор получился непродажным. Обзор настоящий. И в доказательство этому автомобиль. Все тот же, который на сегодня имеет пробег порядка 75 тысяч. 74-800 где-то так. Дмитрий, давайте начнем с вами с конца. На момент съемки, это был июнь 2021 года, и вы рассказывали, что купили автомобиль, это максимальная комплектация HVL F7X, максимальная комплектация, полная цена. В момент покупки 1 миллион 950 тысяч рублей. Сегодня такой автомобиль, ребята, стоит 3 миллиона 350 тысяч рублей. Розничная цена. И люди еще за ними охотятся, побегать нужно, постараться по такой цене купить. Так как вы мне озвучили... 3600 где-то мне говорили, но опять я за ценовой политикой не слежу. Но наценки они есть, не существуют. Дмитрий, давайте сегодня с вами построим диалог так, как спустя 2 года бывший владелец Audi A6, которая была куплена от официального дилера новенькая, пересаживается на китайца. И люди тогда писали, что сейчас покатается, 10-20 тысяч, годик пройдет и скажет, что эта хрень полная. В силу того, что вы заслужили авторитет честного человека, рассказывайте, за 75 тысяч отзыв. Это прям хорошее авто, я думал будет хуже. Когда все время говорили про Audi, что... Уважаемые зрители, во-первых, вам большой привет, все комментарии прочитал, вы крутые, честно. По поводу выбора, если бы у меня стоял выбор Audi или Ховал, я бы, конечно, выбрал Audi, но у меня такого выбора нет. Я думаю, сейчас ни у кого такого практически выбора нет. Вот за свои деньги, как я тогда говорил, 2 года у нас назад, так оно все и повторяется. Это отличный автомобиль за свои деньги. Потому что, а сколько сейчас вот Audi стоит новая шестая? Ну, порядка плюс-минус, если брать так же от официала, ну, 10 миллионов. 10 миллионов. 10 миллионов – это квартира. Вот при выборе купить Audi или квартиру, я как, ну, наверное, нищеброд, я куплю квартиру, если у меня будут такие деньги, точно не Audi. А вот цена автомобиля, да, ну, 3 миллиона, ну, я не знаю, стоит, не стоит, сейчас рынок так колошматит, вообще непонятно, сколько, когда стоит. Audi стоила полтора, Ховалс начал стоить два, и вот так вот это все набирается. Машина честная, машина достаточно крепкая. Вот я за 75 тысяч в машине, при том, что я попал в хорошее ДТП, протаранил две машины, я вам скину ролик, чтобы могли посмотреть, какой я олень за рулем. Поэтому вот решетка радиатора, видите, у меня теперь красивая. Как инфинити, как инфинити, я сразу обратил внимание, когда вы заехали, такая морда стала более агрессивная. Я думаю, Дмитрий, наверное, омолодился чуть-чуть, а нет, расхреначил. Нет, нет, расхреначил, я вам скину фотки своих Honda, на которых я ездил, они все были тюнингованные, я такой человек, который любит глазами. Я должен подходить к автомобилю, и он мне должен нравиться, я прямо на нее смотрю, я должен... И вот эта решетка мне показалась красивой, потому что цена оригинальной решетки, вот эта, для тех, кто не знает насчет, как отличить комплектацию максимальную от не максимальную, как у всех машин у BMW, там здесь хром, здесь, то здесь решетка в максимальной комплектации, она такая серебряная, а у других просто черная. И вот эта серебряная решетка оригинальная, она стоит 27, а тюнингованная, там что-то 18-19, я подумал, ну нафига мне такая же, а решетка была расколотая. Ну вот отсюда и вопрос, вот отличная ситуация, разбили машину, это плохо, но столкнулись зато с вопросом покупки запчастей, кузовщины. Какая реальность, когда разбили машину? Разбил я ее ноябрь, а вот год, сейчас у нас 23-й, значит это был 21-й. Через полгода я ее расколотил, официалом загнал, про официал я отдельно скажу, они буки-бяки, я к ним больше не езжу. В ноябре расколотил, одел ее летом, не было денег, я ипотечник с двумя детьми, тяжеловато было занал починиться. Запчасти, бампер 9000 рублей, вот бампер 9000 рублей, вообще цены такие помните хоть где-то? Я для отсылки сделаю, вот коллега попала в ДТП Kia, вот последняя Kia Sportage, не в последнем кузове рестайлинг. Они полгода стояли в ремонте, нет запчастей, все, тачку просто не чинит, показка никак. Здесь в этом плане запчасти все в наличии и все это дешево, очень дешево, ну по сравнению с конкурентами. Ну и сколько в итоге вам обошелся ремонт автомобиля? 90 тысяч рублей, это выровняли капот, было замятие, поменяли один из радиаторов, поменяли полностью бампер, поменяли решетку с работой, с покраской, с запчастями, 90 тысяч рублей. За ваш счет, правильно? За мой счет, я виновник ДТП, каски, у меня тотал угон на машине, то мне возместят, кстати, насчет тотал угона, приношу сразу извинения зрителям, я пересматривал ролик и там говорили по поводу, помните, я вам говорил, полная стоимость каска, я говорил 21 тысяча, эта каска была на Ауди, я перепутал цены, на эту машину каска была порядка 40 тысяч рублей, поэтому прошу извинения, не специально ввел заблуждение. Вот так вот, да, цены меняются, когда-то на Ауди каска была 21 тысяча? Ну, тотал угон, тотал угон, да. 21 тысяча, каска на год, Ауди. Да. А сейчас на Хавал 40 тысяч, ну, когда вы сделали. Нет, это была каска там, с франчу и прочее, а сейчас у меня каска, я сейчас посмотрю цены, вам пришлю, по-моему, 22 или 23 тысячи у меня тотал угон. Ну, напишите, я выведу на экран. Да, чтобы понимание, да и вообще страховка на нее дешевая, и ремонт на нее дешевый, но у меня страховая выплата по автомобилю, просто вдумайтесь, 2 800. Вот если у меня машину завтра угонят, мне на Лигман дадут 2 800, а я купил за 1 950. Было бы даже неплохо, да, если проснулся. Нет, ну я ее люблю, ну что, она прямо часть семьи, как я могу продать? Ну, давайте поэтапно идти дальше. Смотрите, спустя 2 года, как вы ездите на автомобиле, с момента съемки ролика, накатали такой километраж, отзыв в целом за машину, что о ней скажете? Отличное авто, крепкий, надежный, не подвел меня ни разу, проходимость, что удивительно хорошая, когда Москву завалило снегом, выехал без всяких проблем. Коробки, привык к движку, привык, просторность, нормально, это хорошее авто, это машина, которая стоит своих денег, причем, заметьте, когда мы 2 года назад смотрели, мы такие, хавал, что это за фигня? Это как сразу воспоминание, 20 лет назад, 2000 год, пришел Hyundai Tucson, вот эти машины по Москве появились, и говорили, это кто, кореец? Нет, ну я понимаю, японец или нет, а это, а сейчас то же самое говорят про китайские авто. А посмотрите сейчас вокруг, спустя 2 года, сколько этих хавалов, у них модели вот так вот вылетают, на них ездят, тут отзывы. Тут вот я недавно смотрел, и для себя много нового открыл, Ильдар, автоподбор, он снял офигенный ролик, вот с такой доказательной базой, время пролетело на ура, кто не смотрел, хочет почитать про хавалы, всем рекомендую. Я сам для себя узнал, что оказывается у меня есть ваговский движок, коробка там, и так далее, вот там рассказывали, что убрали, по-моему, двигатель Ген-2 называется, который ваговский, все ваговые ее знают, что они его доработали, китайцы доработали, немецкий двигатель, убрав детские болячки. Ну сюр какой-то, но тем не менее, такая сегодня у нас реальность, мы все прекрасно видим, что немцы, они уходят, Audi, допустим, я зашел на сайт Audi, а там русского языка нет. Мне так обидно, блин, стало, я покупал, я кайфовал от этой марки, а она со мной вот так. Так они еще мало того, что они уходят, они сейчас все эти программные обеспечения обрывают, уже, думаю, все слышали прекрасные новости, Audi, Mercedes, BMW, вот что-то сломается у тебя с машины, там кондиционер неисправно, фару прописать надо, сейчас уже все. Все, как бы люди там скачивают, придумывают, ну короче, становится геморрой. А это, видите, друзья, вот вы скажете, реклама, вот человек частника дал свои деньги, покупать, не покупать, дело десятое. Но дальше я хочу с вами поговорить про косяки, с которыми вы столкнулись, возможно, были гарантийные обращения, что-то сломалось, что-то некорректно работало. Но прежде, чем мы к этому перейдем, у нас есть коротенький спонсор выпуска, который вам передал подарок. И прямо сейчас я его принесу. Я уже сбегал, и это, ребята, Корсис толщиномер для автоподбора, профессиональная вещь, в силу того, что вы вашу машинку немножко били. С помощью этого прибора вы можете, как минимум, осмотреть весь ваш кузов на предмет оцинковки. И это очень круто, потому что у ребят раньше была вот такая версия, она существует. Она попроще. А вот эта версия, которая в руках уже у Дмитрия, это профессиональный прибор. Мало того, что можно писать оцинковку, можно проверить автомобиль на предмет магнитной шпаклевки. У него есть датчики различные, у него есть фонарик. Он, в принципе, работает из коробки. Но там для калибровки все есть. Вещь реально крутая. Вот я смотрю, многие автоподборщики, кто прям профессионально машинами занимаются, используют именно Корсис автоподбор. Так более того, эта вещь разработана на территории нашей страны. Ребята делают ее в Омске, это действительно их наработка. Они постоянно стараются его дорабатывать, усовершенствовать, в виде продвинутой версии сейчас. Гарантия на него пожизненная. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Ссылочку оставим в описании. Мало ли кому-то интересно почитать подробнее или заказать себе. Пожалуйста. Косяки. Всегда людям интересны именно косяки. Но не существует автомобиля, который был бы исправен на все 100%. Все равно появляются то какие-то скрипы, от которых очень сложно избавиться, но потом на форумах выясняется, что там проклеить. На японцев, в том числе, друзья, вы помните прекрасно, Mazda 6 у меня была. То зеркала у кого-то не складываются. Короче, что-то да всплывает. Что с этой машиной? Удивительно ничего. У меня даже не скрипит ничего. У меня в Audi начало скрипеть. Но в Audi начало скрипеть, потому что рукожопики залезли и вставили туда сигналку официальный дилер. Здесь, кстати, тоже автозапуск стоит. Только я не поехал к официалам, которые ставят его раз в полгода. Я поехал к официалам... Сертифицированный сервис. Да. Заехал, поставил. Все, сигналка работает отлично, без всяких сбоев прочее. Натурально ничего не скрипит, ничего не гремит. Что удивительно, потому что в ЦРВ это гремело. В Audi тоже начинали появляться скрипы. А других новых автомобилей у меня не было. Ну, нет. В плане езды вообще все хорошо. То есть вот он как ездил новым. И сейчас, да, есть проблема с коробкой. Какая проблема? Тупит. Ну, дергается, да. При резком разгоне она иногда не понимает, что надо дать газу. Иногда скорость не ту поставит. Спасибо большое подписчикам Дмитрия Машкова. Вы мне объяснили, что, Дима, ты купил машину 190 лошадей. Нафига ты ездишь в эко-режиме? Включи спорт, кайфани. А нам в спорте вообще по-другому рулится. И вот этой вальяжности, именно рулевой колеса, она ушла. Тормоза стали лучше тормозить. Не знаю, как это работает. Я лично не знал. Спасибо подписчикам, просветили. Сейчас практически всегда езжу в спорт-режиме. Вот, ну, прям не так давно. Если дети, конечно, на эко. Потому что, чтобы ее просто плавность хода. По поводу косяков, что у нас? Вот если мы с той стороны потом подснимем. Был скол до металла. Не цветет, не гниет, ничего. Отдельно хочу сказать про диски. Я и жена Ирина, прости. Мы очень любим бордюры. Мы очень любим в них тереться, приживаться. Нам грустно. Вот посмотрите на диски. Ни одной царапины нет. У меня... Резина, потому что выступает. То есть... Не-не, я прям диском хорошо шоркаюсь. И Ирина тоже хорошо шоркается диском. И, то есть, есть. Но сделано хорошо. И диски сделаны хорошо, что нет. На аккорде у меня была прям боль-печаль от этого. Что здесь еще из косяков сказать-то такого? Ну, гарантийные какие-то обращения были к дилерам. Ну, вы же следите точно так же за машиной. Другие владельцы что-то пишут. Обманул, было. Вышел один датчик давления шины. И то он не вышел. Он просто иногда писал, нет давления. Ну, подключивал. Я приехал. Они помнят. Благодаря вашему ролику у нас вообще другие отношения стали. Привет, ребята. И я вас не очень люблю. Вы мне... Я вам потом объясню, почему я их не очень люблю. Но они мне сразу говорят. А, нет, гарантия, все, давайте. А я у них уже даже не обслуживаюсь. Но все равно по гарантии все меняют. Про гарантии я потом отдельно подписчикам вам скажу для добра. Я не знаю, что из косяков серьезно назвать. Потому что мы как-то к интервью не готовились. Дмитрий позвонил. Говорит, давай с ними. Говорит, да давай. Сейчас после работы прилетел. Давай снимать. Я как-то... Техническое обслуживание. Вот можете вспомнить, сколько стоило первое того и последнее? Вот просто понять людям, какие цены нынче на Ахава. Я сейчас не обслуживаюсь у официального дилера после одной очень плохой истории. Я ездил к официалам. То есть я менял масло. Все по регламентным работам. Что мне здесь нравится? Регламентная работа раз в 10 тысяч. В Ахе раз в 15 тысяч. То есть раз в 10 тысяч масло я все равно стараюсь почаще. Потому что масло, я понимаю, это важно. И мы едем. Я чувствую запах постоянно в салоне после того, ну вот запах неприятный. И можно я рекламу небольшую дам? Это маленький автосервис. Куда я теперь? Я теперь, чтобы пройти то... Я же сконтуженный, я не могу найти в Москве нормальное место. Я езжу. У меня там уже и маму мы перевезли, и всех. У нас там никого нету. В городе Узловая Тульская область, где я родился, где этот завод стоит. Есть автосервис. Называется Оилсервис на Советской Треванадцать. Роман, привет. Вот это человек, который хорошо делает свою работу. Он просто меняет масло. Я к нему заезжаю, а мы уже знакомы давно. Я туда много машин, я туда все машины возил. Просто там в чем плюс. Вы заезжаете, я у него масло покупаю по нормальной цене. Замена бесплатна. Время замены 10 минут. Я заехал, масло поменял, уехал. Он просто хорошо работает, даже по московским меркам. А уж по-узловски это прям вообще какой-то другой уровень. Объясните мне, а в чем была проблема у дилера? В чем косяк замены масла? Ведь масло это поднял машину на подъемник, открутил, слил, залил, заменил масляный фильтр, шайбочку, все. А я не знаю в чем проблема. Потому что когда он открыл фильтр, фильтр не менялись ни разу. А по документам они 3000 назад менялись. Вы сейчас вот, наверное, видите фильтры? Это московские фильтры. По трассе я езжу, я живу на Киевском. То есть я до работы еду по Киевскому. Я работаю на Юго-Западной, а живу вот в Новой Москве. И вот просто по трассе по прямой, не по полям нигде. А вот так вот выглядят, оказывается, у меня фильтры в машине. Их грязные, черные. Он говорит, слушай, по-моему, тебе их ни разу не меняли. Я говорю, Ром, а посмотри, пожалуйста, масло своим взглядом. Человек всю жизнь маслами занимается. Он сливает, говорит, это не свежее масло. Говорит, ему уже очень долго оно ходит. То есть оно прям черное. Я понимаю, что либо это случайно, либо это специально. Я уже, конечно, ничего не докажу, как у нас любимая фраза. Но официал мне не менял фильтра либо масло. Поэтому я отказался от этой позиции. И теперь езжу целенаправленно к нему. У него у меня замена масла выходит в районе 5 тысяч рублей. С работой. Фильтр тысяч. Ну, вот я последний раз приехал, поменял масло, поменял дворники. Отдал что-то в районе 6,5 тысяч. У официалов я отдавал в районе 14, 12, 15 тысяч. Вот примерно такой диапазон. Это первое. Второе ТО. А самое дорогое было ТО-60. Там замена масла в коробке. И там выходило что-то в районе 45 тысяч. Ничего себе. Да, это дорого. Наховальчик, блин. Наховальчик. А я позвонил Роману и говорю, Роман, а сколько у тебя сделать? Он говорит, ну смотри, свечи, масло. Масло, масло. 18 тысяч. И там точно поменяют. Вы понимаете? Ну, вы обращались потом к дилеру? Делали претензию? Нет, нет. А что докажу? Уже. То есть вот с этими заменой маслами и фильтрами, если не стоять вот прямо над машиной и говорить, ну-ка меняй, следить за ними, то хрен что докажет. И как доказать? Вот масло поменяли, не поменяли, щупы, таскать, прочее. Ну, экспертизу, да. И на самом деле дилер как бы поведет себя ровно так, что он вам покажет жопу со всех сторон. Он их всегда показывает. Спереди, сзади, сбоку, да. И что вы сами виноваты. И потом вы будете доказывать. Поэтому в этом плане вы все правильно говорите. Это либо должен быть, как вот раньше я обслуживал свой официал, у меня был один мастер, к которому я приезжал, вжал руку, мы общались, не разрешались снимать. И мне всегда все делали, как бы я это видел. А так как бы сплошь и рядом такие истории. 75 тысяч километров пробег. 74,649 для особо дотошных. Вот цифра была. Вот видите, как хорошо, когда показываешь, рассказываешь машину в деталях. И люди вам рассказали, что оказывается вы первые 30 тысяч проехали с пленкой на дисплее, а вы об этом не знали. И на люке, на люке говорят, все куплено тут. А мы как-то ездили, ну пленка висит, здесь висит. Тут отодрали, кстати, только буквально тысяч 10 назад, чтобы кайфануть по полной. Ну расскажите, вот смотрите, Audi это немец. Это качество. Это бренд, который зарекомендовал себя годами. Люди садятся, трогают кнопочки, детали, им это очень нравится. Вы садитесь не китайцы. Вот вы прокатились на машине, вам уже есть что рассказать. Как вам качество сборки салона? Кнопки затираются, не затираются. Где-то чувствуется дешевизна. Вот объясните разницу. Ну не то, что даже разница, да. Нет, она есть разница. У меня вот такой очень странный жизненный опыт. Я то на Audi, то на китайце. Это не Audi, это не премиальный бренд. А насчет вытертости кнопок, так вот они все, смотрите, они все так же нажимаются. Такое чувство, что вот я его, ну, 3 месяца назад из салона погнал. Ничего не ушоркано, сиденья не продавились. Вот подо мной потом сиденья, они чуть продавились, но я кабанчик 110 килограмм. Я думаю, что оно вообще просядет. Магнитола не тупит. Руль, ну вот видите, ну есть тут уже потертости, но это эксплуатационно, они на любом автомобиле. Это недорого, да, вот, понимаете, я не понимаю, что все трогают машину здесь. Ну я ее не трогаю, ну может один раз, когда вот здесь потрогал, там мягко, не мягко, или вот как нажатие кнопок, или как вот это все обстоит. Это нормально. Это стоит свои деньги. Это за свои деньги нормально. Это не люкс, это не премиум, там, что все вот так. Я понимаю, про что люди говорят. Ну разные люди есть. Кого-то прям реально прет вот от этой эстетики, как кнопка назад. Я не из этих людей, поэтому мне все равно. Для меня надо, чтобы она работала. Она работает. Оно ничего здесь не сломалось, не это. Как видите, здесь ничего не вытертывалось, не облезло. Хотя я переживал, мне лично я был уверен, что она к 100 тысячам подустанет немножечко. А она не устала пока. Ну посмотрим, что будет еще через 100 тысяч. Потому что денег на новое у меня нет. Ну расскажите, смотрите. Первое. Расход топлива, реальные цифры. Какие наблюдаете? И каким бензином заправляете машину? Заправляю 95-м экта. Только на Луколе на одном рядом с домом на Юго-Западной. Иногда заливаю сотку. Когда премию на работе дадут. Расход, ну где-то 12 литров. В городе? Ну, у меня, понимаете, у меня до города езда по трассе. То есть я живу 23 километра за МКАД. А работа находится 2 километра внутри МКАД. То есть я заехал и прямо работаю. Получается сказать, что по городу нельзя. Потому что пробег больше трассовой. Но это вот средний 12-12,5. Потому что иногда я в центр поеду. Иногда так по городу и прочее. Это в спорт режиме. В спорт режиме она жрет меньше, прикиньте. Я вот удивился. Слушайте, ну трассовый расход какой назовёте? 10,5-11. Ну вот, не жиганя, спокойно, без обгоняя. Ну опять, трасса какая? Можно ехать по М2, М4. Я просто вот так вот выставил круиз-контроль и катишься. А можно ехать по какой-нибудь пригородной трассе, допустим, Тулу-Узловая. Где одна полоса туда, одна обратно. И там будет уже расход совершенно другой. Поэтому понять, трасса какая? Ну, вилку мы поняли. Смотрите, была зима, вы сделали акцент, что зимой, когда наваливало снега, вообще проблем нету. Кайфовали, полный привод. Ауди у вас была с передним ещё приводом? Ауди была с передним приводом. И я прям помню, у меня у сестры Мерседес полноприводный был на тот момент. И я помню, нам надо ехать по делам в Тулу. Я выезжаю с утра снегопад, 5 утра. И я еду, заезжаю за ней. Я понимаю, у меня прям Аудюху носят. Мы садимся в Мерседес. Он как вот этот просто полный привод. И всё, поехал. Вообще никаких проблем. И здесь то же самое. Привод отработал. Ну, у меня особого опыта-то нет. У меня была ЦРВ на полном приводе. И вот эта машина. Эта машина по всем параметрам. Лично для меня лучше ЦРВ 2014 года. По всем параметрам. Причём это не только моё мнение, но и мнение моей жены. Хотя, как сказал Эльдар в подборе, что у него ходовка стоит вот именно от этой ЦРВ. Привод для понимания у меня снегом машина завалила. Ну, наверное, вот так. Я открыл дверь, завёл, включил режим снег, нажал газ. Она просто поехала без разбуксовки, безо всего. А в этот день из двора выехал. Ну, конечно же, прадик эта тварь вообще откуда угодно выберется. И я. А больше не выехал никто. А там паркетников было много. То есть, система полного привода, но если там, извините, никакие говны не лезть там вот это вот по бездорожью, а я этим не страдаю, то больше, чем нужно. Я когда говорил фразу, я только после, когда сел заховал, понял, насколько хороша была Ауди. Я столько фишек Ауди не знал, но, допустим, рециркуляции воздуха автоматической. Здесь, вот я подъехал к шестёрке вот с такими дисками, у неё бензин прям выкапывает. Этот бензин, запах здесь будет в машине, в Ауди его не будет. Да, Ауди тогда тех денег стоило, про сейчас не скажу. А здесь, ну, кнопки все работают. Нигде ничего не глючит. Камеры отображаются нормально. Когда в комментариях, опять же, ваших, говорят, или Лиса рулит, она рассказывала, вы знаете, я посмотрел качество видеокамеры, очень плохое круговых обзоров. Да они тут есть, тут есть камера кругового обзора, я не понял. У нас, мы просто на разных уровнях, я там внизу, для меня просто само наличие, я в ней увижу дерево там, кота, стол, уже накладывает. Работает всё исправно. Зеркала, вот у меня каждый раз, когда я закрываю, они у меня автоматически складываются. На Ауди к третьему году начались проблемы с левым зеркалом. В мороз бывало, как попадало, вода не открывалась. Здесь такой проблемы ни разу, пока, пока не было. Ну вот с вентиляцией я сказал, а так, вроде всё. Вот, знаете, я сейчас вам рассказываю и сам понимаю, вроде всё хорошо. Я так, вот когда каждый день там на машине у тебя проблем, там, ребёнок, надо на прививку отвезти туда-сюда, ну не задумываешься, как она ездит. А вот сейчас вам рассказываю, сам понимаю, а она ничего такая. Напомню, у вас дочь Соня 7 лет и сын родился, Данила Дмитриевич, 2 года, правильно? 2 года, 21 июля было 2 года. Мужик, привет! Вот, смотрите, детское кресло. Автомобиль таким со спортивным кузовом, скошенным. Соня, я понимаю, садится 7 лет, уже всё хорошо, сын садится. Каково ездить на таком, скажем так, спортивном автомобиле по кузову с семьёй? Нормально. Вмещаются все? Вмещаются все и места здесь дофига. Ну, мужик, кстати, себя ведёт на сиденье намного лучше, чем Соня, да, Соня? Кому мы вот это ногами шоркаем здесь постоянно по сиденьям? Поэтому здесь вот такие слюнявчики. Это, кстати, пережиток Ауди. Это я ещё, видите, вон, значок аудюшный. Это ещё от Ауди сохранилось. С семьёй передвигаться удобно, и у нас ещё здесь бабушка помещается, да, там, конечно... Пять человек. Да, пять человек, но потому что это сейчас мужику 2 года, и он уже достаточно самостоятельная личность. А когда он был поменьше, второе детское кресло, между ними садиться неудобно, конечно, на дельники куда-то. Но до больницы доехать ещё что-то, да, можно. А так, ну, удивительно, ну, не особо никаких проблем-то и нет у меня с передвижением детей. Дочке залазить удобно, залезает. Мужика вообще прёт от этой машины. У нас, вот, как я сказал, появилась вторая машина, маленькая Фабия, кислотно-зелёного цвета. И он прям выбегает, прям, бежит к машине, прям вот такой вот, посади меня за руль, посади меня за руль. Прям стянет, грудит всё это. Ну, если мелкому мужику нравится, значит машина. Дети вообще в машинах как-то тоньше всё понимают, чем взрослые. Вот, приезжал сестра, у неё Мерседес большой, всё. И он так к ней подошёл, смотрел, такой, нет, я вот на этой машине поеду. Потому что это наша машинка. Ну, да, наша своя. Да. Значит, отмечу, да, обратите внимание, что порог затёрт, но это понятное дело, потому что, как бы, дети наступают. Это, как правило, все те, кто переживают за это, ну, закатывают в плёнку и, пожалуйста, защищают. Тут, как бы, опять же, думайте сами, но это было абсолютно на любом автомобиле. Ну, вот, посмотрите, допустим, на дверную карту. Ну, вот здесь мы залили соком, да, Соня? Ага. Я всё помню. Здесь мы ногой шоркнули. Я её каждое утро вожу в школу. Ну, сейчас пока каникул, соответственно, дома она первый класс закончила. Это рюкзак. Мы как дверь, вот так, рюкзак, вот так. Чё там, ногами куда-то залезло. Но если у вас дети, у вас тачка будет подубительненькая. Ну, вариантов нет. Это факт. Да. Я прекрасно помню, когда мы снимали автомобиль, тогда мы обсуждали, что внешний вид у него, ну, на самом деле, симпатичный. Вот в чёрном цвете, с таким небольшим хромом, вставками, он так смотрится неплохо. И самое, что удивительное, друзья, вы его керамикой же не обрабатывали? Нет. Вот сейчас, когда я смотрю на автомобиль, в целом, ну, он не затёртый. Вы его моете, как, получается, на бесконтактный, что ли, мойки? Нет, на очень контактный, прям руками трут там у нас мужики на мойке. Я вам постараюсь кадры показать, перебивки. Но вот в целом, вот сейчас Дмитрий помыл автомобиль, он чистенький, ну, шорк. Ну, это как бы серия мелочёвка. Это уже вы сами где-то, правильно, там, черканули? Ну, вот здесь кто-то меня черканул. Ну, есть такие эксплуатационные. Коцки назовём. Да, коцки. Но машина намытая, когда её намыли, там, натерли воском, она прям горит. Вот, как новая тачка. Я не знаю, может, это лака много, может, ещё что-то. Но когда китайцы заходили, я почему-то на хавал посмотрел. Они инвестировали в завод огромное количество денег. И если их первые автомобили будут некачественными, этот инвестиционный проект... А я не думаю, что китайцы не умеют распоряжаться деньгами. Что, скорее всего, они сюда заложили в эти автомобили жизнестойкость и их ресурс больше, чем возможен. При этом пытаясь продвинуться по цене. Чтобы потом, конечно же, на нас заработать. Это всё понятно. Но именно вот сейчас первые автомобили, я думаю, что они... Ну, как показала практика, он достаточно крепкий. Полный привод, диодная оптика, круговой обзор и прочие-прочие фишки автомобиля. Но, возможно, есть что-то, чего вам не хватает. Вот вы поездили, таки думаете, блин, вот сюда бы ещё вот это, вот это, вот это и идеал. Да дофига всего. Ну, кнопку в багажниках хочется на 50 тысяч жалко. Раз, раз. Так, 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 так. Пока вспоминаете, кнопку багажника, да, это как опция, её можно дуснуть. Не только там, понятное дело, официально. 54, она стоила, я узнавал. Блин, что дополнение? Чтобы жрала поменьше, а разгонялась побыстрее. Но это уже не получится. Нет, почему? Получится. Говорят, что проблема чисто в софте находится, то есть с железками всё хорошо. Но как-то страшно куда-то отдавать, есть там на форумах, что-то надо читать. Но я человек не особо везучий, как вы поняли. Я сейчас поеду, отвезу, он меня тколом встанет. Гарантия слетит и всё вот это накроется. Поэтому я буду ездить так. Но вот расход, он удивительный, потому что при такой коробке и движке хотелось бы, чтобы ел. Ну, я на самом деле тоже, да, немножко офигел. 12,5, а то, говорите, может быть даже и 13, если прям вообще по пробкам толкаться. Если вообще по пробкам будет 15. 15, да. Это, я говорю, 12,5, это я приезжаю на заправку и сбрасываю, сколько километров я проеду на баке. Вот у меня бак заправить стоит 2200-2400, я на нём проезжаю 350 километров. При том, что пробег почти весь трассовый, ну вот это вот, мяу, по Киевке. Ну и по городу там где-то что-то. Ну, 350-400 в лучшем случае. Ну, косяк, минус прям. Да, это минус. По поводу электрики, ну вот, есть крутая штука, адаптивный круиз-контроль, вот он стоит. Она не поедет, ну, в том плане, что он держит такую дистанцию до автомобиля, что вам машине сзади набибикуют или напихают. Ну, как-то чувствуешь, что ведёшь себя неправильно на дороге, приходится, ладно, я поеду. Но, в принципе, если по однополоске ехать, по Москве однополосок-то уже нету негде ездить. А если куда-то там в регион уехать, по однополосочке, будет, наверное, достаточно удобно, но и педалью нормально. Вот этой штукой я вообще не пользуюсь. Это контроль полосы. Эта машина точно умнее меня. Но то, как она себя ведёт, мы же едем, мы там ямки объезжаем, неровности из клей, а эта машина начинает вам подруливать, она дёргает руля, просто вызывает дискомфорт. Но она также себя, по-моему, и в Ку-7 ведёт. Тоже она говорит, я еду строго по центру, мне не интересуют какие-то неровности и прочее. То есть электроника есть, то, что она смотрит контроль слепых зон и прочее, тоже ни разу. Вот я езжу, чем отличается ТЭЧ-плюс от, как она, премиум, по-моему, прошлой комплектации. Как раз на фаршировку вот этих фишек, да, ТЭЧ-плюс? Они не нужны. Не нужны. Они не нужны. Но вот я езжу и не пользуюсь этими штуками. Вот я даже добавлю сюда, потому что, вы знаете, я занимаюсь подбором новых тачек, и очень часто, реально, люди выбирают премиум за ведомо. Бывает так, что ТЭЧ готов дилера дать по цене премиума. Но люди специально говорят, не, нахрен не хочу, именно потому что они изучают отзывы владельцев. Все говорят, что эти фишки не нужны. Визуал, основное наполнение машины тоже самое. И я даже больше скажу, я бы точно так же отказался от них, потому что все, что я вспоминаю, когда раньше брали автомобиль на тест-драйвы, друзья покупали новые машины, максимальная комплектация, выезжаешь, 500 метров, ну ладно, километр, останавливаешься на обочине, и все вот эти фишки начинают отличаться, потому что бесконечная сигнализация. Ну вот, кстати, электроника отработала в ДТП, в которую я попал. Я сам олень, я это прекрасно знаю. Это Киевка, там вот все разгоняются, разгоняются до 100. И тут просто трасса останавливается. А я отвлекся, у меня коллега сидел справа, я отвлекся, и она сама начинает тормозить, и тут я уже тоже. Ну и олень сам, я расплатился за все. Слушайте, ну это еще жирный плюш, она сама начала тормозить. Да, она сама начала тормозить. А если бы она не начала, то... Я бы снес туда дальше, и повреждения были. Здесь движок не пострадал, фара не пострадала, повезло. Мини Куперу, мужик извини, я не хотел, я извинился перед ним. Я в него, а он уже дальше в Ниссан, в Шарак. Вот расскажите, пожалуйста, мне ваше видение. Вы же в любом случае посматриваете также ролики на Ютьюбе, видите, что на сегодняшний день на рынке, ну просто огромнейшее количество различных новинок китайского происхождения. Вот в целом, мысль-то какая-то в голове бывает, вы смотрите такие, о! Да. Вот как раз бы а? Да. И а? Да. Есть одна такая машина, это сейчас она вышла, Джили, как она называется? Манжара? Манжара. Но я ее когда увидел, первый раз, когда она была в Китае, когда она была не Манжара, а там Ахалай-Махалай, я посмотрел, классная, ну, понравилось. Я такой думаю, менять. Еще смотрел Юни Вэ Чанган, тоже визуально очень классно. Но у меня нет столько денег на машину, я примерно понимаю, на что я могу потратить. Я лучше семью в хороший отпуск свожу пару раз за год, чем я эти, ну, имеется в виду, что не на сумму автомобиля пару раз за год. То есть я напишу, там, Мажоры сожрались в своей Москве и ездят на 4 ляма отдыхать. Нет, самый дешевый отдых в Турции по низу рынка. Все как все, более того. Ну, Манжара был хороший, я посмотрел, да, машина хорошая, но она стоит что-то 4,5 миллиона. Я не могу себе ее позволить. Я просто начал понимать, когда вот этот возраст проходит какой-то, сейчас мне 38 годиков, а вот мне хотелось прям крутую тачку. Я ради этого в Москву уехал. Все хотели нормальную машину, которая не воняет маслом и бензином, которую не надо, метр едешь, два чинишь. Вот хороший автомобиль. Я покупал, покупал, я прям сиденье в машины. Там, Civic, потом Accord, потом еще, потом CR-V, потом все, Audi купил, все, я прям крутой, да, наконец-то. И покатался, покатался, покатался. А потом ценности поменялись. Там, понтануться перед ревью, а сейчас я приеду на крутой тачке в свой город узловой. А сейчас я уже не езжу узловую. Да и друзей почти не видим. Все, дом, семья, работа. А, вот это друзей не видим. Кому показывать машину? Саня, мы с тобой так редко видимся, поэтому ради тебя покупать тачку обойдешься. Ну, типа того, да, типа того. Денис, привет. Тоже видимся, наверное. Один раз за три года виделись. Ну, уже как-то так закрутилось. Слушайте, я сейчас задам вопрос. А вы сами скажете, будете вы на нее отвечать или не будете? Вот смотрите, всегда людям интересно, кто чем занимается. Я знаю, где вы работаете. И просто, когда люди услышат, я думаю, это... Ну, я уверен, что в вашу сторону это будет очередной лайк, респект. Расскажите, пожалуйста, текущее ваше место работы. Чем вы занимаетесь? Ох, неоднозначный вопрос. Я работаю в проекте госпитальных школ «Учим, знаем». Это школы в детских больницах. Сам я работаю в центре Дмитрия Рогачева. Это яркая больница, центр гематологии, онкологии, иммунологии. Там есть школа, я вот там работаю. Я только недавно туда перевелся. Коллегам всем привет. И также я работаю научным сотрудником лаборатории междисциплинарных исследований в области госпитальной педагогики Института возрастной физиологии Российской академии образования. Вот так вот длинно занимаюсь я работой. Вы, получается, обучаете детей, которые болеют онкологическими забереваниями. То есть они находятся при больнице. Они не при больнице, они находятся в больнице, они там живут. И чтобы у них была полноценная жизнь и общий процесс выздоровления, педагогической реабилитации, необходимо заниматься образованием. Это базовое развитие ребенка. Я думаю, от лица всех зрителей канала жму вам руку, потому что я уверен, люди поддержат, скажут, что это действительно классная работа. И как бы я уверен, сейчас у кого-то на душе стало теплее, видя какой вы позитивный человек. И то, что вы занимаетесь правильной работой, помогаете детям. Я-то вообще никто. Я туда пришел, вот только вот год работаю. Мне спасибо Сергею Витальевичу. Это руководитель проекта Сергея Витальевича Шариков. Это его проект. Он его сделал с нуля сам за 10 лет. От одной школы. Сейчас 60 школ по стране. То есть просто гигантский. Вообще профессионал. Прям без шуток, без этого. А я там просто, ну, начал свою деятельность. Я до этого работал в НИИ. До этого преподавал в УЗИ много лет. Московский педагогический государственный университет. Наверное, поэтому я такой говорливый и люблю разговаривать и делиться. Таким образом, мы с вами подводим черту. Давайте так. По пятибалльной шкале. Вот общая оценка автомобилю. Спустя 75 тысяч пробега. Чуть больше двух лет владения. По внешнему виду, по технической части, по наполнению. Вот все-все-все, что вы владеете. Давайте. Вы учитель по пятибалльной шкале. Сколько ставил? По пятибалльной шкале. Внешний вид пятерка. Мне машина нравится до сих пор. Как помните, может, в КВН, кто смотрел сценку. Салтакао клевая из Брата 2. До сих пор. И вот тачка клевая. До сих пор. Ну, по внешнему виду, эта пятерка мне нравится. По технической части. Если бы не расход безумный, была бы пятерка. А так, четыре с плюсом. Как отсюда и до моего дома. Какие там еще критерии были, вы задавали? Интерьер, вообще наполнение, как бы внешний вид по интерьеру. Внутри, когда садитесь, фишки. Четыре. Потому что тактильные ощущения, ну, там, руками и прочее. Оно хорошее. Но можно еще лучше. Можно же лучше. Поэтому это с заделом на будущее. Тоже крепкая четверка есть. Если вообще в целом по автомобилю четыре с плюсом. Не дотянули по некоторым параметрам. Я очень, кстати, надеюсь, что в рестайлинге табачок сделали пять литров. И датчик вывели. Я надеюсь, они посмотрели ваш ролик и сказали, о-о-о. По плюсам лобовое. В Ауди сразу начали сколы, трещины, сколы, трещины. Вот смотри. Но это, кстати, помененное лобовое. У меня первый год появился скол. Вот такой малюсенький. Но жабка-то душит. Узловские корни я свои помню. Жалко, блин. Заказку денег отвалил много. Ну, поехал по гарантии поменял на оригинальное. Такое же стекло ждал аж целый месяц. Потому что вот из-за каких-то... Так как максимальная комплектация, у них стекла отличаются. У вас, получается, на первый год каска была полная? Да, обязательно. А она... Да, мы покупали полную каску, чтобы вот... Мы не можем... Потому что машина покупалась в кредит. Потому что нам надо было делать ремонт. Мы купили голые стены. Сейчас в кредите есть еще? Да, еще в кредите. Сколько осталось платить? Два года. На пять лет мы брали. И сейчас осталось платить два года. Так как покупали голые стены и считали ремонт. А все, кто делали ремонт, понимают, что сумма, которая была... А это был первый ремонт в нашей жизни. То мы там посчитали, допустим, это выйдет миллион. А это вышло четыре. То есть там суммы просто моментальные. И экономили на всем. Брали везде денег. И нам очень родители помогли. И родители жены, и моя мама, и сестра. То есть всем миром собирали, чтобы просто... Вот, друзья, вот они, реалии. Поэтому, когда кто-то захочет написать комментарии серии, что вы этих китайцев там рекламируете, мы живем здесь и сейчас в реалиях. Хотел бы Дмитрий себе иметь вместо Хавал F7X Audi Q7 за два миллиона или за три? Конечно, да. Очень хотел. Любое хотел бы. Никто не пытается вам доказать, что это круче, чем там немцы. Нет. Просто когда мы начинаем рассуждать, у тебя есть там два миллиона, три миллиона на покупку. А у многих и таких денег нет. Сейчас там за миллион рублей Гранту можно купить. И то, это еще побегать, постараться. Потому что Грант, она даже дороже будет. На механике, подчеркиваю. Подчеркиваю, механика Гранта. Все. Вот они реалии. Поэтому, когда тебе надо детей возить, на работу ездить, передвигаться. И, как говорится, не на осле кататься. Ну, вот отзыв, вот пожалуйста. Поэтому такие дела, я думаю, дальше вот эту мысль продолжать не нужно. Большая часть зрителей с головой, они все прекрасно поймут. Дмитрий, я вам говорю огромное спасибо. Итак, друзья, вот такой у нас получился честный, независимый отзыв владельца спустя более чем два года и практически 75 тысяч километров пробега. Для чего мы это делаем? Зачем мы записываем подобные сюжеты? Для того, чтобы вы, сидя дома, могли посмотреть, послушать людей, увидеть автомобиль, состояние, что про него рассказывают люди. Какие плюсы называют, какие минусы. И сами сделать выводы. Честно, не честно. Стоит покупать автомобиль, не стоит. Выбрать себе вторичку, выбрать себе немца. Пожалуйста, выбирайте любой автомобиль, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Я вас лишь приглашаю в комментарии. Пишите ваше мнение, что вы думаете по поводу сегодняшнего выпуска. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ссылочка на телеграм-канал ждет вас в первом закрепленном комментарии. Спонсор выпуска также ждет вас в описании. До новых встреч. Всем пока-пока.